Приветствую всех в школе Джобс, меня зовут Долстон и в сегодняшнем видео я с вами поделюсь секретами о том, как запоминать и самое главное использовать слова в английском языке. Так многие из вас оставляют комментарии и спрашивают, как же использовать, как же заучивать эти слова, которые ты рассказываешь в фильмах и сериалах. А если вам интересно, как набрать словарный запас, оставайтесь со мной, я поделюсь с вами отличными уловками и секретами. Итак, первый способ подходит для тех, у кого бурная фантазия, так как вам нужно представить картинку в голове. Давайте лучше рассмотрим на примерах. Первое слово у нас bold, но что это значит? Если у вас нет волос, значит вы bold, лысый. Но как теперь запомнить это слово? Представьте мяч, ball, даже по звучанию похоже, basketball, football. В вашем сознании сразу же возникает мысль о том, что лысина и мяч это одно и то же. Как бы представьте себе мяч с человеческим лицом, или наоборот мяч с редкими волосинками по краям и лысиной в середине, как у стариков. Bold, ball. Давайте рассмотрим еще один пример. Возьмем слово clever, умный. Но что же с ним можно придумать? Повторяю, чем забавнее и неординарнее пример, тем быстрее вы будете запоминать слово. Не сразу же на ум приходит корова, которая слушает классическую музыку и читает нитше. Что ее делает довольно умной? И это ее отличает от других сородичей. То, что она ест клевер. Она умная. She is clever. Так как она ест клевер. Попробуйте, потренируйтесь 10 секунд. И это вам будет намного интереснее и забавнее. И тем самым вы запомните очень много слов. Еще один хороший пример, это для людей с креативным мышлением. Это mind map. Для того, чтобы сделать такую карту, вам нужна самая главная тема. Одно слово. От которой будут отходить ветки, так скажем. Все зависит от вашего уровня креативного мышления. Например, вы хотите выучить название фруктов на английском. Вам в середине нужно написать fruit. Можете сделать как здесь. И на ветках напишите цвета фруктов и небольшое перечисление. Так будет проще запоминать информацию. Я считаю, это намного эффективнее, чем составлять огромные списки слов, которые вам нужно мучиться и заучивать. А теперь 5 советов бывалым, кому некогда рисовать и представлять слова. Первое, конечно же, это вам нужно запоминать слова в контексте. То есть вам нужно не просто заучивать одно слово, а составить какую-то фразу или предложение. Так вам будет намного легче запоминать. Второе. Учите все формы слова. К примеру, если вы можете выучить какое-то слово, если вы знаете какое-то слово, также постарайтесь посмотреть в словаре другие формы. К примеру, слово beautiful. Скажем, его вы только что узнали, оно является прилагательным. Мы внесем его в столбик с прилагательным adjective. А теперь выучим другие формы. Знаете наречие слова beautiful? Это, конечно же, beautifully, красиво. Тем самым у вас уже два слова. Есть также существительное к beautiful. Как вы думаете, что же это? Это beauty. Красота. И еще beautician. Косметолог. Если глагол к этому слову спросите вы, конечно же есть. To beautify. Украшать. Делать что-то красивым. Тем самым, вместо одного слова вы уже теперь знаете четыре, а то и пять слов. И это вы можете намного больше расширить свой словарный запас. И просто составлять, зная корень, вы можете составлять больше слов. Третье. Это откажитесь от онлайн-переводчиков. Вы наверняка знакомы с этим изобретением человечества. Пока что безграмотным. Это связано с тем, что оно переводит слово в слово. То есть по законам русской грамматики. Английское предложение. То есть оно подходит для того, чтобы перевести какое-то слово. Но фразы, какие-то идиомы или длинные предложения будут выстроены неправильно. Я вам советую использовать онлайн-словари. Очень много примеров. MerriamWebster.com OxfordDictionaries.com И многое другое. Мне, к примеру, нравится MacmillanDictionary.com Это позволяет не только вам узнать значение слова, но и погрузиться в среду. Так как вы переводите слово. Не только переводите, но и узнаете значение. То есть это не англо-русский, а англо-англо-словарь. То есть вы запоминаете еще больше слов, что очень круто. Кстати, с недавнего времени я начал использовать приложение Cambly. Потому что у нас хоть и международная школа, много очень людей из разных стран. Но когда начинаются каникулы, все развиваются по своим путешествиям, по другим странам. И мне приходится здесь оставаться одному на долгое время, на 2-3 месяца. И не с кем практиковать мой английский. Потому что на работе нужно разговаривать по-японски. Так как я живу сейчас в Японии. И тем самым я нашел приложение Cambly. То есть они со мной связались и сказали, Достон, можешь попробовать это приложение на себе? Я сказал, конечно же, да. Потому что там вы можете связаться с native speaker. То есть с людьми, носителями языка из Великобритании, Америки, Канады и других англоговорящих стран. Вы там можете общаться с ними один на один. Практиковать свой английский. То есть использовать слова свои каждый день. И это очень-очень эффективно, я думаю. Вот вам небольшой пример, как использовать это приложение. Это очень просто и, я считаю, очень эффективно. Конечно же, моим подписчикам я вам даю 15 минут trial. То есть вы можете попробовать на себе это. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео. И последний наш совет на сегодня. Используйте слова. Так как вы их забудете, если вы, конечно же, их не будете использовать. Это очень просто, да. И я хочу сказать то, что у нас есть активный и пассивный словарный запас. Активный это когда у вас нет времени думать. Вам нужно сразу же, сразу же нужно отвечать. Если вас что-то спросили, вам сразу же нужно как-то это объяснить. И это не важно, какие слова. Это какие-то замудренные фразы или что-то попроще. То есть в каждодневном языке вам нужна скорость. Вам нужно быстро выразить свои мысли. А когда мы пишем в письме, у нас есть некоторое время подумать. Мы можем использовать словарь и составлять предложения. То есть обязательно следуйте этим правилам. И я наверняка думаю, что у вас все получится. Если вам понравилось это видео, обязательно напишите в комментариях, какие советы вы хотите использовать в своей жизни. И обязательно делитесь этим видео с друзьями. Мне очень будет приятно. Спасибо, что смотрели. Еще раз обязательно переходите на сайт Cambly, потому что я поддерживаю их. Хочу, чтобы вы также узнали о них. И еще увидимся. See you next time. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok